На картошку. В эти теплые и ясные дни битва за урожай второго хлеба в Мариэл будет, кажется, особенно интенсивной. Ведь большая часть картофеля на полях и садовых участках еще не убрана. Год, удачный для продуктивности картофеля, не всегда может радовать фермера. Рыночный парадокс изучала наша съемочная группа. Крупное хозяйство, кажется, навсегда исключили картофель из ежегодного севооборота. Уже лет 20, как выращивание клубней в поле на продажу, прерогатива садоводов-частников до фермеров. Если у жителя деревни есть огород, он обязательно выращивает на нем картошку. Это правило неизменно с начала 19 века, когда крестьян селом заставляли закапывать загадочные чертовые яблоки в землю, а те в ответ бунтовали против неестественного вида сельхоздеятельности. В 21 веке основной производительной силой, снабжающей горожан картофелем, считаются фермеры. 12 гектаров поля на границе Мариел и Кировской области дадут Николаю Пахтееву около 200 тонн картошки. Если учесть, что городская семья потребляет картофеля меньше, чем в среднем по республике, скажем, не 150-170 килограммов на человека, а 100, то один лишь Николай за год прокормит 2000 ежкаровинцев. При этом совокупный доход 31-го летнего фермера, выращивающего также капусту и морковь, позволяет ему обеспечивать свою семью из четырех человек. В течение этих четырех-пяти месяцев работы на полях мы обеспечиваем себя полностью в течение года и продукцией, и доходом, полученным от продажи этой продукции. Хотелось бы, конечно, чтобы немножко цена выше была на скупаемую продукцию. Отборный картофель сортов «Розетта» и «Ред Скарлетт», выращенный фермером Пахтеева, перекупщики покупают по цене 4-5 рублей за килограмм. Переместившись на 45 километров в пространстве и оказавшись в черте крупного города, эти клубни из мешка повысят свою рыночную стоимость в несколько раз. На центральном рынке столицы Морел стоимость килограмма картошки колеблется уже от 12 до 30 рублей. Между тем, фермера Пахтеева и его жену Ирину, вот она трудится на поле вместе с наемными работниками, урожай нынешнего года обеспечит примерно 30 тысячами рублей в месяц, при условии, что картошку продолжат исправно покупать в течение всего года. Часть этой, кажется, немаленькой для сельской местности суммы, Николай потратит на уплату кредита и процентов по нему за новый трактор. Проценты, благодаря участию в региональной программе поддержки сельхозпроизводителей, возвратятся. Однако и без их учета затраты фермера на пользование кредитом составляют треть его дохода. Ну а урожайный 2012 год воспринимается в поле спокойно. В предыдущие неблагоприятные для картофеля годы, несмотря на небольшие объемы сбора, картошка была в большей цене. Нелегкая цена свободного труда часто заставляет Николая размышлять о будущем. Фермерское хозяйство закрывать неохота, то есть всегда есть какая-то надежда на будущее, что будет с каждым годом лучше и лучше. Какие-то новые, может, будут программы поддержки молодых специалистов на селе, они есть, но, на мой взгляд, они не полностью раскрывают себя. С дипломом экономиста-менеджера фермер мог бы запросто найти работу в городе, однако вернулся в родное село, чтобы доказать, что картофель, выращенный в Медведевском районе, вполне конкурентоспособен по сравнению с Горномарийским. В этом его поддерживают 2000 горожан, которых Николай обеспечил картошкой на целый год. Николай обеспечил картошкой на целом.